Вы смотрите программу «Деньги. Тактика». Меня зовут Наталья Книжевич. Здравствуйте. У нас сегодня интересная тема – рынок криптовалют, криптоактивов. Прекрасные гости. Я вам их представлю. Павел Саллас, региональный директор компании «Етору» в России и СНГ в нашей студии в отеле «Арат Парк Хаят», в Кемпинске «Мойко-22» Юрий Архангельский, начальник управления по инвестпродуктам «Китфинанс Брокер». И на связи по скайпу Анатолий Радченко, управляющий партнер компании «Юнайтед Трейдерс». Прежде чем мы перейдем к инвестидеям, я хотела бы начать с общих вопросов, мифов о рынке криптовалют. И, правда, мы сделаем очень кратко ответы на эти вопросы, чтобы не тратить время. Итак, первое. Ключевые тенденции на рынке криптовалют. Вот есть мнение, что после взлета сейчас уже довольно поздно инвестировать. Так ли это, Павел? Ну, на самом деле, надо понимать, что взлет, который был сейчас пока на рынке криптовалют, он еще первоначальный только. Да, был хайп определенный, мы видим коррекцию. Но, скорее всего, с учетом того, что сейчас все больше и больше используются технологии, те же самые ICO, например, происходят на эфире в основном, то закупка данной криптовалюты, ну и основных криптовалют, таких как биткоин, они все равно будут расти. Поэтому, я думаю, то, что мы сейчас видим, это первая коррекция перед продолжением длинной волны именно роста данной криптовалюты. Спасибо. Дальше вопрос к Анатолию. Вот повальное увеличение майнинга. Как вы к этому сейчас относитесь? Стоит ли покупать видеокарты? Здесь нужно понимать, что есть так называемый мамкин майнинг, когда, соответственно, люди майнят дома, и, на мой взгляд, это точно вымрет. А есть промышленный майнинг, когда люди вкладывают серьезные деньги, и, в принципе, они не ждут отдачи на инвестиции в течение 3-4 месяцев, их вполне устраивают и год, и полтора. И, естественно, мелких игроков они выдавят и будут основным бизнесом и основными майнерами. Инвестиции в промышленный майнинг, я считаю, нормальными. Ну да, я говорю о домашнем майнинге. Домашний майнинг, нет, это просто хобби, это как, не знаю, дома заниматься физкультурой. Понятно. Вы не станете профессиональным спортсменом. Юрий, основные риски сейчас, какие вы видите на рынке криптовалют? Я добавлю про майнинг, облачный майнинг еще следует затронуть. Скажем так, он тоже отомрет, это бесполезное и бесперспективное занятие для обычного физического лица. Риски. Да, Анатолий? Так, у нас, по-моему, какая-то заметка. Давайте, я продолжу. По поводу рисков. Ну, основной риск это эфир и биткоин, это те события, которые там предстоят. В биткоине это, соответственно, возможный segregate witness, а в эфире это переход на proof of stake. Понятно. Ну, давайте тогда мы перейдем к инвестидеям и начнем мы с Анатолия. Анатолий, прошу. Здравствуйте, господа. На самом деле, я рекомендую с умом и очень аккуратно в целом инвестировать в рынок криптовалют. В первую очередь нужно понимать, конечно, о рисках, но я думаю, что о рисках мы даже говорить не будем, потому что они в любом случае есть. Первая идея это покупка лайткоин, соответственно, против фиата, против долларов, евро, рублей, чего хотите. То есть меняем наши привычные деньги на лайткоин, эта валюта находится до сих пор в аптренде, ее создатель Чарли Ли ушел с коин-деской, теперь полностью занялся распространением этой валюты. Также эта валюта была включена на многие китайские биржи, в том числе японской Bitfury и BTCC китайской. Кстати, директор китайской BTCC является братом Чарли Ли, это Бобби Ли. Плюс также их майнинг пул, один из самых больших, начал тоже майнить лайткоин. В целом это все хорошо влияет на эту валюту, а также там уже внесли сегрегейтед фитнес, уже он опробован и уже он работает, в том числе и люди, которые из биткоина будут уходить, они, соответственно, могут уходить в лайткоин. И вторая идея это... Подождите, давайте пока остановимся подробнее на первой. Ну, я так понимаю, что вы сейчас также один из аргументов, почему люди будут, возможно, переходить в лайткоин. Видите вот то событие, которое, возможно, грядет в биткоине, именно введение сегвита. Чтобы вы понимали, биткоин, да, это бренд, это номер один, но лайткоин это форк биткоин, это практически тот же биткоин, только блоки там не 10 минут формируются, а 2,5. Там, грубо говоря, эмиссия в 4 раза больше. И в целом он быстрее, надежнее и, на мой взгляд, не так сильно уступает по бренду. И люди, естественно, которые смотрят, куда можно вложиться, эфир, который перекуплен, они выбирают, скажем, им все-таки нужна какая-то диверсификация, они выбирают между биткоином и лайткоином. На мой взгляд, это основные две валюты, которые в эпоху волатильности... Ну, то есть мой вопрос вот в чем. В ближайшее время этот будет основной фактор, вот, драйвер роста по лайткоину, возможно, введение сегвита на биткоине. Да, все верно, но плюс еще, это популяризация в Китае и вот его биржа. Да, ты давайте, пожалуйста, обозначим тоже, когда сообщество криптовалют решит все-таки, будут ли вводить так называемый сегвит на биткоине или нет? Во-первых, они еще не решили, и этот вопрос может затянуться. Мы уже сейчас видим, что есть довольно-таки серьезные разногласия, особенно недавний форк в тестнете, где проводился испытание как раз этого сегвита. То есть то, что уже должны были выкатить сейчас, оно, так сказать, не совсем готово. Этот процесс занимает несколько этапов. То есть первые этапы, когда будет тестирование, потом обновление нот, потом, соответственно, запуск этих блоков, майнинг. Это все отдельная как бы инфраструктура, которая пока существует параллельно биткоину. Вообще называют дату это 1 августа, но по факту сегвит, если 1 августа все-таки сообщество договорится и решит его ввести, он только появится где-то в середине августа. Плюс, возможно, хардфор, который будет в середине осени. Нас ждет очень влатильное время, так что пристегните ваши ремни, ребята. Спасибо. Давайте перейдем пока ко второй идее. Вопросы уже будут от коллег дальше. ICO-тезы, самое большое ICO, первое ICO, так называемое с Wall Street. Это ребята, которые работали в Goldman Sachs, не ребята, даже семейная пара, которые его организовали. Так называемый блокчейн 3.0. Если биткоин это 1.0, эфир 2.0, то это уже 3.0. Новый блокчейн, где невозможен хардфор, где есть любой, так сказать, вариант договориться сообществу и что не повлияет на общую экосистему. Самое большое ICO, я уже сказал, больше 200 миллионов долларов они сейчас собрали. И что немаловажно, там есть локап, чего не было до этого на ICO. То есть локап защищает это ICO от горячих денег спекулятивных, которые хотят зайти и сразу выйти, что происходит сейчас с многими ICO. То есть никто не хочет из маленьких спекулянтов замораживать деньги на 4 месяца. Поэтому те, кто туда пришел, они морозят свои деньги надолго. И поэтому, как через 4 месяца все получат токены Тезоса, и они явно будут торговаться, это крупное ICO на основных биржевых площадках, то мы увидим невероятный рост тех людей, которые не решились, но сейчас будут входить уже после того, как токены появятся. Анатолий, а чем лучше эфира будет Тезос? На самом деле это сложно говорить, но вообще это быстрее, это надежнее, это масштабируемое. Самый важный момент сейчас это масштабирование и, соответственно, консенсус. Достижение консенсуса и масштабирование. Потому что, как мы видели, с эфиром бывали очень достаточно серьезные проблемы с недавними ICO, когда количество заявок и участников просто дедосили непосредственно блокчейн эфира, и он не работал. То есть невозможно было не отследить транзакции, а когда Виталий Гутерин говорил, что на этом будет работать все, и, пожалуйста, Internet of Things и ваш холодильник к эфиру подключен. Но, извините, мы не можем провести ICO на эфире, а какой мы можем говорить с кейлобилити, когда есть такие большие проблемы. Поэтому новые блокчейны должны решать проблемы в первую очередь масштабированные. Спасибо, Павел. Я думаю, что вам будет что добавить, потому что одна из ваших идей косвенно связана с тем, что предложил Анатолий. Да, все правильно. Я как раз, моя из идей, это в данном случае будет первая, это эфир. Надо понимать, что Tezos сделал свое ICO. Они, по большому счету, используют то, куда сейчас ведет Виталик. То есть он уже пробным путем понял, что Proof of Work, то, что делает биткоин, не дает возможность производить весь тот потенциал, для чего эфир, в принципе, предназначен, как софтерная площадка, на которой можно строить дополнительные процессы. Поэтому они сейчас переходят на Proof of State. Соответственно, там Tezos на Tezos уже это реализовано. Поэтому они якобы считают Tezos, что они будут как бы апгрейдить, то есть они уже делают то, к чему сейчас эфир только приходит с одной стороны. А давайте, Павел, давайте мы немного все-таки дадим краткое объяснение, все-таки отличие Proof of State и Proof of Work. Это такая технология подтверждения, правильно, кому принадлежит тот самый блок. Да, все правильно. Дело в том, что в Proof of Work это, по большому счету, перебор. То есть, когда мы говорим про биткоин, каждый майнер или каждый пул, или каждый компьютер, он пытается найти четкий хэш, который будет, ну то есть четкий код, скажем так, который будет закрывать вот этот вот блок. Причем потом это происходит проверка через разные ноды, то есть первый, который пришел в 51% сети, подтвердил, этот блок становится. Соответственно, у всех равны условия. В данном случае, если мы говорим про Proof of State, там будут уже определенные выделенные пула, которые могут производить один блок за другим, то есть не будет реторного выбора того, кто будет закрывать блоки, а будут уже преференции для тех, кто лучше, больше и четче их закрывает. А какие-то риски есть, потому что сама идея децентрализации при этом пропадает? Да, частично появляется такой момент, что если раньше, поскольку каждый выбирает и каждый имеет право закрыть этот блок, соответственно, было больше возможностей децентрализации и безопасности, то при FOSS получается, что определенные пулы имеют больше преференции, то есть гипотетически, если они запустят в определенную внутреннюю сеть и смогут закрыть больше блоков, чем другие, которые потом вольются, там могут быть проблемы именно переписания самого блокчейна и там двойные транзакции, то, что может произойти. Хорошо, а какие еще аргументы вложения в эфир? Эфир сейчас, ну то есть надо понимать, что все ICO, в том числе и Теллос, они по большому счету инвестируют с помощью эфира сейчас, ну еще и биткоина. Соответственно, эфир, если мы посмотрим, как он рос, да, этот актив, потом, когда он делал свою коррекцию, надо понимать, что сейчас фундаментальных, как таковых, кроме как перехода потом уже на Каспер, Proof of State и, возможно, Lightning дальше, сильно других моментов нет, он работает чисто с технической точки зрения. Он сейчас отбивается, там, вчера и позавчера он отбивался от того уровня, который, как бы, является достаточно жестким для него, по которому он отбивался, когда шел вверх. Поэтому я считаю, что сейчас как раз на уровне примерно он где-то 120 долларов, извиняюсь, 210 долларов, когда он как раз вчера пробил и возвращается к нему, можно совершенно спокойно покупать, ставя стоп в районе примерно 170 и ожидать, как минимум, проход до 400 долларов. Спасибо. Юрий, я попросила бы вас прокомментировать идею покупки эфира. Ну вот тоже и от меня вопрос и вам. Смотрите, действительно эфир пользовался большим спросом из-за бума ICO, а вы не ожидаете, кстати, спада наоборот ICO или это только самое начало? Ну, ICO у нас очень активно растет, особенно в этом году. Рынок достиг 1 миллиарда долларов, то есть проекты привлекли через ICO более 1 миллиарда. Есть так называемые площадки Kickstarter, Ground Funding. Там за 9 лет было привлечено более 3 миллиардов долларов, а венчурный капитал, в принципе, уже отстает от рынка ICO, и рынок ICO пока что только-только растет. Но вот то, о чем сказал коллега, то, что большой спрос на ICO идет через эфир, а эфир действительно занимает 75% рынка ICO, это, в свою очередь, также является риском, потому что когда проекты решат вывести деньги в фиат, ну, соответственно, будет давление. Возможно, это уже произошло в этом полугодии. Мы увидели падение там с 400 до 200. В эфире, ну, пока непонятно, каким образом будет осуществлен переход на Каспер, и там неограничена эмиссия, то есть там возможно имитировать до 18 миллионов эфиров ежегодно. В биткоине, допустим, максимальная эмиссия ограничена. Юрий, давайте тогда перейдем к вашим инвест-идеям. Ну, у меня первая идея – это проект KIK, который будет выходить на ICO. Это канадский мессенджер, который работает с 2009 года. Компания еще тогда привлекла уже 120 миллионов долларов венчурных инвестиций. Сейчас это более 300 миллионов активных пользователей. Седьмое место в Америке по количеству активных пользователей. Четвертое – по времени нахождения пользователей в программе. Отличительная черта данного мессенджера – это то, что нет привязки к номеру телефона, поэтому пользователи условно-анонимные. Это очень нравится тинейджерам, очень нравится молодым активным пользователям, которые составляют большинство данного проекта. Будет выпускаться токен KIN, который будет использоваться как внутренняя валюта. Ей можно будет покупать какие-то товары, медиа различные, контент и так далее. И, соответственно, за счет этого мессенджер хочет получить новые конкурентные преимущества на рынке. Пока нет четких формализованных решений по поводу того, как все это будет функционировать. И на самом деле нет даты пока еще проведения ICO. Единственная информация, которая есть, это то, что ICO будет в этом году. И, соответственно, будут еще новые документы по всем этим вопросам. Но проект наделал огромную шумиху. Все топовые СМИ о нем пишут. Это и Reuters, и Bloomberg, и Forbes. Смотрите, ну вот Facebook, по сути, по-моему, пытался сделать нечто подобное несколько лет назад. То есть это некие кредиты, которыми можно было, по сути, расплачиваться внутри мессенджера. Но там дело не пошло. Нет ли здесь такого же риска? Ну, у KIKO уже есть так называемый кикпоинт. И я так понимаю, что токен KIN будет замещать текущий формат работы. И второй момент – это краткосрочная идея, скажем так, сыграть на шумихе вокруг СМИ, вокруг этого хайпа, который существует. Если это не сработает, то, в принципе, это работающий крупный бизнес. У него 300 миллионов аудиторий активных клиентов, которые могут начать пользоваться токенами практически сразу после их размещения. И это первый проект на ICO, который выходит из сектора высокотехнологичных компаний и будет внедрять блокчейн в свой работающий бизнес. Спасибо. К Павлу вернемся. Павел, прошу, у вас есть еще одна идея – это покупка Ripple. Да, в данном случае я бы предложил покупку данной тоже криптовалюты. Сам протокол интересный, у него очень интересная команда. То есть идея самого протокола или криптовалюты – это, в принципе, замещение, это быстрые банковские переводы. То есть они себя позиционируют как возможную идею замещения SWIFT. То есть перевод проходит быстро, человек сразу понимает, какие у него будут комиссии. И, соответственно, протокол предлагается продавать банкам. Команда достаточно сильная, часть из них, ребята, пришли также с Wall Street. В него уже инвестировали крупные венчурные фонды, такие как Google Venture Fund. Там же есть Anderson Haraway, там же есть Accenture, банк Santander уже. У них есть уже определенные банки, с которыми они тестят данный протокол. И, в принципе, я считаю, что если они подключат в течение вот этого года еще несколько крупных банков, то дальше уже это постепенно будет развиваться. И это как раз криптовалюта может быть на долгосрочную перспективу очень интересным вложением. Смотрите, ну блокчейн для банковских операций это понятно, но вопрос, для чего здесь нужна именно валюта Ripple? Потому что любая валюта, она как раз, скажем так, у любой криптовалюты есть два направления. Есть технологическое решение и есть как валюта. В данном случае любой Ripple, так же как и эфир, например, когда мы создаем какой-то ICO или прописываем какой-то смарт-контракт, является как газом, то есть той информацией, которая помогает прописать информацию внутри блокчейна. А блокчейн, по большому счету, это большая децентрализованная база данных, в которую можно вписывать любую информацию. Я вас поняла. Времени мало остается, нам нужно еще раз вернуться в Кемпинске. Юрий, озвучите вашу вторую инвест-идею. Надеюсь, время на вопросы останется. Вторая идея – это участие в ICO True Flip компании. Это онлайн-латерея, основная на блокчейне. Блокчейн должен дать децентрализацию данной лотереи, обеспечить прозрачность продажи билетов, расчетов, проведение лотереи и так далее. То есть оператор лотереи не сможет влиять на ее исход. Данная лотерея основана на похожей в Америке лотереи Powerball. Это самая крупнейшая лотерея в США. Суть ее в том, чтобы угадать шесть цифр. Пять цифр мы выбираем из первого блока от 1 до 69 и одну цифру из второго блока от 1 до 26. Угадали шесть цифр, сорвали джекпот. Самый крупнейший джекпот был сорван в начале 2016 года. За минусом всех положенных платежей выиграли чуть-чуть меньше 1 миллиарда долларов. Абсолютно сумасшедшие цифры. Юрий, это действительно сейчас пока все интересно. У нас очень мало времени. Расскажите суть, что дают токены. Токены будут выплачивать дивиденды. То есть токены это исключительно привлечение денежных средств на формирование джекпота и на доработку продукта. Продукт уже работает. Код выложен, его можно проверить. У компании уже продается порядка полутора тысяч билетов в день. Соответственно, они хотят занять 1,3% рынка. Это 50 тысяч билетов в день продажи. Мы очень хорошо считали цифры данного проекта. Они абсолютно реальные, абсолютно достижимые. Есть очень интересная реферальная программа. Если ты привлекаешь друга, то 2% со всех его выигрышей тебе достаются. Таким образом можно создать свою реферальную сеть. Ну и, наверное, стоит отметить то, что с продажи билетов 60% идет на формирование джекпота, 10% на дивиденды и остальное на маркетинг и прочее. Спасибо. Анатолий, попрошу вас тоже прокомментировать эту идею, Юрия. True Flip, на мой взгляд, это одно из самых успешных ICO, возможно, которые будут в России с реальным работающим бизнесом. И мне здесь больше нравится модель white label. То есть теоретически многие государства, не имеющие доступа к высоким технологиям, могут использовать именно True Flip для того, чтобы проводить у себя лотерею. И, на мой взгляд, это очень рабочая модель. И добиться тех же озвученных цифр, 50 тысяч продаж билетов, это будет очень просто. Спасибо. А какие у вас еще могут быть комментарии по инвесторам, идеям коллег? Ripple, ETH, либо ICO TIP? Ну, Ripple, наверное, это то, что больше всего я не люблю из всех криптовалют. Это то, что, на мой взгляд, вообще никак не децентрализовано. Он практически не используется. Если посмотреть разбивку по объемам торгов на этой сети, то Ripple практически не используется. То есть все говорят о том, что он будет использоваться. Мне совсем непонятно, для чего нужна эта криптовалюта. Ей сами банки даже не пользуются. Но, опять же, шортость, какие-то вещи такие делать я не рекомендую, потому что шортость криптовалюту сейчас, это примерно, как, знаете, ученых раньше вжигали на костре. Ну, это, по крайней мере, неэтично. Нужно развивать эту технологию, нужно нести ее в массы, нужно говорить о том, как правильно покупать. Есть, конечно, проекты переоцененные, но, тем не менее, на мой взгляд, Ripple может быть интересен, когда он достаточно скорректируется. Он получил очень большой бум в Азии, когда там лепилизовали криптовалюту Японии, южнокорейцы, они очень активно вкладывали в Ripple. Он очень дешевый и хорошо растет. Спасибо большое. Но, действительно, тема не на один эфир. Я надеюсь, что мы к ней еще вернемся. Итак, гостями нашей программы были Павел Салас, Юрий Архангельский и Анатолий Радченко. Вы смотрели «Деньги. Тактика». Продолжение следует...